Генеральный руководитель Перед вами первая версия генерального плана города с выходом за первоначально отведенную территорию Вот граница была первоначальная Вот этим районом Д она вышла на сельскохозяйственные земли Но здесь четко прослеживается развитие города И в пределах полностью отведенной первоначальной территории Вот этим прибавлением в виде микрорайона Д Население города должно было составлять 42 тысячи жителей Это было расчетное население С учетом развития научной зоны То есть вот первоначальная научная зона была из пяти институтов Ну плюс больницы здесь еще в ряду И дальнейшее развитие началось в южном направлении По оси меридиональной вдоль полигона Фиановского радиоастрономической станции Ну и уплотнение застройки, в частности АБ Вот собственно говоря Здесь полностью застроенный центр с домом ученых Центром научно-технической информации Развитием гостиницы Это высококлассная для приема делегаций и обслуживания международных симпозиумов конференций Это городской спортивный комплекс Со стадионом, спортивным ядром Крытыми спортивными сооружениями такого олимпийского уровня, я бы сказал Предполагалось буквально в последний период существования СССР Предполагалось, что наша база будет использоваться федерацией легкой атлетики Они собирались даже сделать сюда вложения И последняя версия спорткомплекса делалась с учетом этого В общем перспективы были большие Да, вот здесь представлена производственная зона Это прикладная наука Развитие приборостроения, экспериментальной базы Производство малой серии, лекарств, препаратов, продуктов микробиологии и так далее Ну и собственно большая строительная база Ведь из населения в 20 тысяч человек, в 2 тысячи человек Были связаны с функционированием строительной организации, строительной базы То есть больше 2 тысяч человек, от 10% этого населения составляли строительной И как только было ликвидировано строительное управление, занимавшееся городом В связи с оптимизацией, так сказать, центра академстроя Который сокращал резко объемы Резко сокращалось финансирование Академии наук по линии строительства Ну и вот произошло то, что произошло Это мощности этих предприятий заводских Они используются в ничтожной степени Здания брошены частично, частично заняты под другие цели Вот и город в целом приходит, конечно, в упадок То есть в принципе, поскольку курс на постепенное снижение роли Академии наук Как организации в нашей стране Вот он дает о себе знать То есть город потерял перспективу развития, к сожалению Ну, можно вернуться к первоисточнику Где можно увидеть, собственно говоря Как было определено архитекторами и строителями развития города Значит, здесь была та же самая территория В принципе, только в меньшем масштабе Вот здесь представлена справка по автору генерального плана города Это эскизное решение прилагалось к правительственному решению строительства города Здесь, собственно говоря, заложены все основы и перспективы развития города Очень удачно решенный генеральный план С учетом видовых точек раскрытия на Аку Здесь же выход к усадьбе Как одна из осей основополагающих Но тогда еще не было въезда с верхней дороги Въезд был с нижней дороги, которая идет вдоль Аки По серпантину такому Но, в принципе, место въезда Точка располагалась примерно там же, где и сейчас Ну и схема генерального плана Практически вот эта симметричная схема Она решала вопросы обеспечения жильем Первых сотрудников первых пяти вот этих комплексов института И если бы развивалось все по плану То город бы мог быть вполне существовать вот в этих границах Как было намечено По факту, по факту он пошел развиваться вот от этой оси Вдоль полигона радиоастрономической обсерватории В восточном направлении, на свободные территории Это 56-й год В 61-м году был взят из Ростова практически без изменений Этот эскиз, он здесь только положен на аэрофотосъемку местности Поэтому здесь вот рельефно видны эти массивы лесные И зеленые участки все связаны с неудобицами склонов и обрагов Сама же площадка была вся под сельскохозяйственными культурами И вся была пахотной землей полхозов и совхозов, существовавших здесь То есть ее называли местные жители Лысой горой Она действительно была лысая Но зато это плато Практически центральная группа зданий Была застроена без особых сложностей с рельефом Дальше развитие потребовало учета рельефа Вот здесь склон неблагоприятный у нас в северном направлении В смысле освещенности ограничен Но в первоначальном генплановом там располагалась малоэтажная усадебная застройка Типа катается Да Ну конечно вот на этой версии она присутствует Потому что развитие в южном направлении задавалось вдоль этой оси Но этого не случилось просто Поскольку не возникло необходимости А вот в жилье нуждались И жилье надо было строить быстро Сюда пошли списанные московским строительным комплексом серии Которые в Москве уже не проходили по своим качествам Вот А стройиндустрия Москвы Стал работать на области В областных центрах И попытались безригельный каркас Ну безригельный каркас Это был уже закат всего Конечно Но попытка своей базы строительной Попытка была Это я пострадавшая И проектирование, и строительство, и привязка Ну я работала почти 20 лет Да Перспективы Перспективы Вот Ну здесь наши выдающиеся деятели Московские архитекторы Которые заложили этот город Вот Можете почитать биографическую справку Поскольку все перешло в ведение Пущинской мастерской Дальнейшее строительство Вот в таком виде это произошло Значит, Московская мастерская решила застройку микрорайона В В принципе, она вся была решена в Москве Это застройка, значит, института биофизики Комплекс больницы СКБ, БП и микробиология Вот микробиология, если вы обратите внимание Институт микробиологии БП Он здесь изображен без вот этого блока Общего значения, который составляет сейчас предмет особой гордости архитекторов Вот С роскошно решенными интерьерами Ну, комплекс СКБ, БП Где Валентин Матвеевич Коган был Главным архитектором И где сейчас вместо фрески закрыли вентилируемым фасадом Да, там просто сейчас Сделали одну серую плоскость Вот Ну и центр города Первоначально решенный был Таким образом Площадь Обстроенная периметрально Вот перед гостиницей Ну, гостиница, в принципе, здесь в два раза больше, чем она сейчас То есть весь корпус по всей длине Вот этого квартала размещается В гостинице с той стороны Ну и вот здесь, в общем, все так компактно Четко организовано В этом виде Все это перешло В ведении мастерской Пущинской Которую возглавил Евгений Александрович Архипов Вот здесь Сам председатель Госплана стоит Товарищ Байбаков Известнейшая личность Государственный человек Уникальный Который Сидел Со времени вождя И до времени Первого президента Российской Федерации Вот И занимался как раз вопросами Государственного планирования Вот он приехал к директору Института Скрябину Академику Который был секретарем Президиума Академии наук Он занимал такой И вот они здесь как раз обсуждают Строительство вот этого Комплекса Окончательную Окончательную редакцию Ну вот окончательная редакция Таким образом была представлена Здесь уже появился блок общего назначения Стараниями и усилиями Евгения Александровича Архипова Вот Ну и Собственно говоря Дальнейшее строительство За исключением института Белка Который все-таки они за собой оставили Вот он институт Белка Блок общего назначения Белка И Сам корпус Который был Несколько С учетом перспективы Развития Удлинен Для того чтобы держать фронт Центральной части Центра Мы подремо весело 10 минут Так Нет Ну что делать Ну что делать Евгений Александрович Архипов Тоже наш Выдающийся архитектор Главный архитектор Мастерской До определенного времени И перспективный диамплан Который Был рожден Авторами Четвертой мастерской С участием Евгений Александрович Архипов Где появляется вот этот микрорайон Д Как территория Активного строительства В то же время Это означает Что Развитие АБ Просто Засушено На неопределенный срок Ну это вот Евгений Александровича Заслуга Это застройка Все-таки Центрального АБ Это Повышенные этажности зданий Вот стоят существующие башни И видно здесь Что Композиция заострена На силуэтном решении Города Чтобы вот этот холм Как Вячеслав Яковлевич тут сказал Стал еще холмистей Вот И Здесь торговые ряды Торговые ряды С таким дефиле Вдоль Проспекта науки С проходом Частичным проходом Под зданием Вот здесь галереи Такие крытые получались За счет выноса верхнего этажа От кинотеатра молодость И до центральной части Можно вопрос? Да Вот Такое раздражение торговых площадей Оно было Чем обусловлено Композиционер Проректировщики представляли Что Утребительский спрос у людей Повысится Им нужно Больше товаров Больше торговых целей Почти Я просто не знаю Дело в том Что она ходила В период Дефицитов Главного Смотреть что это из себя представляло То есть Здесь было современное По нормам решение С учетом того Что все-таки Жилая застройка Полностью реализована То есть здесь Население Если Механизмы Механизмы Они все находились Был заказов в Москве Был заказов в Москве Оттуда мы ждали автобус Заказы Жилых больших Жилых больших Вот И происходило Постоянное переселение То есть Из однокомнатных Переезжали в двухкомнатных Из двухкомнатных В трехкомнатных Из общежития Происходила такая Из общежития Без бесплатных Без ипотеки Без всяких Жизнь была и будет Ну Это был Как говорится Принцип Развитого социализма От которого мы отошлись Сейчас Очень далеко Что посреди Вот Это что касается Архива Значит Еще Одна Личность У нас Удающаяся Виктор Николаевич Кузьменко Который В общем За достаточно Короткий срок Себя Поверил Но он Создал Такую Уютную Среду И такие Уголки В городе Которые До сих пор Составляют Его Прелесть Вот То есть Это вот Система Скверов Городских Игровых Комплексов Площадок И Все это С какой-то Выдумкой С привлечением Художников Потом Металистов Индивидуальные Малые Формы По Индивидуальным Проектам Это Все Вот Каким-то Образом Скрашивало Нашу Жизнь Ну и Конечно Вот Самый Главный Комплекс Который Подчеркивает Центр Города Играясь Его Неотъемлемым Элементом Это Вот Монумент Победы Так Ну И Собственно Вот Этот Генеральный План Который Мы Видели Вот На том Ватмане Пожелтевшем Этот Генеральный План После Необходимых Корректировок Выполненный Уже С учетом Замечаний И В частности Вот По Застройке Микрорайона Д Потому что Там Были Такие Лапидарно Решенные Обобщенно Жилые Группы И Было Внесено Предложение Доработать Застройку Микрорайона Чтобы Сделать Ее Более Органичной Пластической Насыщенной И Так Сказать Предусматривающей Какие-то Вариации В смысле Пластического И планировочного Решения Ну Что И Было Сделано Вот Здесь Вы Видите Организацию Жилых Групп С Центральным Ходом Пешеходным Пешеходной Аллеей Которая Является Продолжением В данном Случае Проспекта Ну Здесь Частично В общем Подхватывался И этот Ход У нас Который Внутри Микрорайонный Бульвар У нас Назывался Сейчас Арбат В народе Ну Тоже Имел Выход Такой Расстрел Восточную Часть Ну После Этого Был Сделан В начале 90-х Годов К началу 90-х Годов Проект Так называемый Новой Городской Черты Вот Когда Произошло Увеличение Там 760 Га До 1800 Всех Территорий То есть Туда Вошли Территории Которые Находились За Естественными Рубежами В виде Оврагов Вот эти Заображные Плато Все И в западном Направлении Которые Были Опытными Полями Там Института Вот Они Тоже Вошли В городскую Черту Что Открыло Вообще Безбрежный Простор Для того Чтобы Торговать Участками Земли И Были Уже Попытки Строительства Здесь Даже Заводского Промышленного Строительства Предусматривать Строительство Завода Для которого Уже велись Коммуникации И Вот И Осваивались Дороги Уже Намечалась Какая-то Инфраструктура И вдруг Этот заказчик Исчезает И Находится В международном В розыске До сих пор Инсулин Владимир Алексеевич Пять минут То есть Для авантюр Конечно Очень благоприятная Ситуация Ну вот Здесь Как раз Процесс Согласования Рассмотрения Здесь Сам Президент Академии Наук Товарищ Александров Академики Овчинников Секция Биологии Секция Физики Академик Велихов Ну это Наши Местные Академики Кода И Скрябин Директора Института Ну тут же Вот Вячеслав Яковлевич Ваш покорный Слуга Который Выступал Директор Научного Центра Иваницкий Генрих Романович Кузьменко Главный Архитектор Города Это Главный Наш Заказчик Уполномоченный ЦУК Соцентрального Управления Капитального Строительства Академии Наук А это Начальник СМУСИ Нашего Краснознаменного Строительного Корпуса Вот Насиболин Все Крупные Деятели Нашего Города И Почетные Граждане Попоследствия И Как так сказать На ведомстве На уровне Академии Наук Рассматривали Все Здесь Достаточно Кувуар Рассматривали Ну Это Были Как правило Рабочие Просмотрения Как вариант Для того Чтобы Вынести На самый Верх Вот Просмотрения Происходили Здесь Собирались Замечания Вносили В коррективы И После этого Выходили Ну Вот Вячеслав Степанович Воронежский Автор Генерального Плана Города Последнего К сожалению Не получив Развития Ну И Микрорайон Д Последней Редакцией Как он Получился Фактически То есть Один Из этих Трех Домов Он Был Реализован На Несколько В Виде И Предполагалось Строительство Школы Замыкания Зеленой Зоны Где Сейчас Стоит Центр Культуры Размещение Школы Номер Четыре Которая Нужна Была Обслуживать Микрорайон Ну Пошло Все Не так Школу Не стали Строить Поскольку У нас Школьное Население Тоже Пошло На ум Быть Резко Рождаемость Снизилась В городе Произошел Отток Молодежи Научной В частности Ну и вообще Людей Которые Стали искать Место приложения Труда Где-то В столице Или в другом Городе Стали Ну вот Вячеслав Степанович Как раз В 96 Году Дал Такое Интервью В газету Местную Тогда еще Пущинская Среда Была Настоящим Органом Прессы А не рекламным Этим Самым Выпуском На обердки Требюс Тебе Тогда Вносились Такие Важные Рогласы Для города На Вот Да Ну Форумы Здесь У нас В частности В доме Ученых Происходили С участием Проектировщиков Когда проектировщики массово здесь присутствовали, нас приглашали, это вот здесь в Доге ученых, а там уже нас как исполнителей не допускали. Там был представитель непосредственно главный архитектор, главный дженер, руководитель мастерской на таком уровне. Ну вот здесь этот микрорайон Д в последней редакции появился под закат, собственно говоря, советской власти у нас КТСный район, квартал номер 6 микрорайона Д, жилой застройки, который застроен более или менее регулярно по единому плану. И в общем были предложены типовые решения по домам, которые можно было варьировать. Вариации были планировки, ну потом это все вылилось все равно в самодеятельность, но тем не менее, тем не менее была соблюдена какая-то планировочная организация. При всей разности и при всех вкусах, которые там были, проявились в яркой степени. Это бульвар Болотова, так называемый, это одна из первых работ Вячеслава Степановича как генпланиста. Это он предложил как раз вот этот ход, организацию такого хода поперечного, когда у нас зеленый коридор проходит с юга на север, от зеленой зоны, соединяя зеленую зону и нижний парк. Ну и здесь он перешел на квартальную застройку. Замкнули вот ту свободную планировку, которая рисовалась тогда в четвертой мастерской, согласно тенденциям тогдашним. И он замкнул вот этой стеной. И здесь начал с противоположной стороны квартальную застройку, организовав такую внутреннюю мунистерскую. Дворовый. Вот. Была такая история. Ну и что касается его заветной мечты, реализовательный центр. Ну и здесь он развернулся, конечно, превысив все возможности строительства, исходя из планов финансирования Академии наук, которая сокращалась из года в год, а особенно она сократилась перед Олимпиадой. У нас Олимпиада 80-го года вызвала прекращение строительства спорткомплекса. То есть мы начали разрабатывать котлован. Вот. На рельефе были, в рельефе были глубокую выемку, для того, чтобы там спорт ядро разместить в соответствии с замыслом. Ну вот здесь видно на макете, насколько мощное было в рельефе вторжения. Вот. Перепарывали. Ну, это с метром. Ну, в России спорт ядро. Такого нигде нет. Ну, естественно, получался амфитеатр. А спорт ядро это как? Ну, спорт ядро это вот легкоатлетическое кольцо для бега на 8 дорожек. То есть это большое спорт ядро для проведения моборочек соревнований. Ну, и футбольное поле тоже для личных футболитов с блоком обслуживающих помещений. И здесь крытые спортивные сооружения. Ну, вот он рисовал, когда делал этот макет, он рисовал, эскизировал будущий дом ученых, который вот в первом варианте имел такой более пластически развитый живописный характер. Полагалось иметь там какие-то озелененные внутренние пространства, сквер. Вот. Ну, постепенно это все концентрировалось и набирало массу, поскольку программу составляли сами, а тогда хотелось разместить информационный центр. И все клубы по интересам, которые существовали в первом варианте, это был клуб «Коряга», например, клуб «Азимут», путешественники и так далее. Вот они здесь, вот в этих объемах, предполагалось, как раз, размещение, все. Ну, вот зрительный зал на тысячу мест предполагался, для проведения конференций и так далее. Ну, вот был малый зал еще совещаний для проведения малых чемпионов, информационный центр, библиотека научно-техническая, и гостиница повышенной комфортности. Все это соединялось вот такими воздушными предоходами, над улицами непосредственно. То есть проезд транспорта предполагался в 8 лет. А вот этот грандиозный зал до какого момента прорабатывался, насколько он был близок к реализации, когда его отменяли? Значит, история такая, что здесь мы видим эскизное предложение, вот этот третий ряд, так называемый, он был согласован как эскиз с эскизом развития центра. То есть вот здесь видно, что центр достаточно широко представлялся, то есть в систему центра включались и завершающие участки вот этой зеленой зоны, выходили у нас, это вот тот фокус, с которого начинался город, с видом высокого холма, и здесь предполагался многоэтажный комплекс с полным обслуживанием, разве развиты вот здесь, в районе молодости, как фокус такой городской застройки. Ну и так называемый фотоцентр, который должен был обслуживать вот эту часть, в микрорайон Д, который отдалялся уже от основного центра. Вместо тоже торговой конференции, а вообще, что вы не должны были быть в дом 2. Ну, да, здесь все. Ну, кроме того, здесь и учебный центр предположался, видите, технику, колледжей тогда еще не было, как-то таковых, а симбиотехник, он здесь не учался один план. Он был в программе постоянно, всегда. Вот такие были... Да. Это был, предсказать, в 77-го года, но к этому времени вот этот дом ученых уже был. Да, этот дом ученых был. А как-то с ним что собирались делать? А разные были мнения, значит, тогда были дома пионеров, что здесь кружковую часть надо было пристроить вот с этой стороны. Такой вариант прорабатывался даже в эскизе. И тогда это становилось домом пионеров. Предполагалось еще станцию юных техников у нас. Ну, поскольку дети образованных родителей, они должны многогранно, так сказать, развиваться всесторонне. Значит, все эти вещи предполагались. В комплексе с музыкальной школой, например, через дорогу должна была быть станция юных техников. С бассейном для запуска модулей. Судомобилизм. Судомобилизм у нас был на фонтане. Вообще, процветало. В свое время. Ну, вот так как-то. Значит, вот на этом было закончено все. А в 81-м году все-таки добились в Академии. Составили задание на проект. И было проработано задание на проект, который так и не состоялся. То есть даже не открыли проектирование. Потому что там как-то произошло резкое усыхание бюджета Академии наук. У нас стояли три башни, не сданные в эксплуатацию на поле Д. Брошенные фактически. То есть их начали и не закончили. И очередь стояла в городе, даже и ничего не строилось. Вот был такой период. То есть это считается заданием на проект, вот этот уровень заработанного? Это эскизный уровень. Это уровень эскизы. А остатки этого спорткомплекса, которые там еще существуют, они фактически не действовали никогда? Нет, они никогда не действовали. Мало того, был с общежитием аспирантов и стажеров, это мы дальше там увидим, предусмотрен комплекс спортивных площадок для ручных игр, поскольку там предполагалось молодое население и, в общем, там факультет МГУ, биофак МГУ размещался, то есть что все это будет работать. А Академия наук даже не взяла на баланс эти площадки, соответственно, блок обслуживающий помещение при них, да и сам блок обслуживания при общежитии тоже, они не взяли на баланс. Так, все, мы сейчас удаляемся. Уже все, уже 5 часов, он уже привыслить. Да? Да. Так. Вот вы можете посмотреть здесь персонально представлены отдельные здания, к сожалению, во всем объеме полном. Таких зданий у нас примечательно, мы насчитали где-то более 40, которые решены индивидуально и, в общем, достойно могут представлять наш город. Но, к сожалению, вошла небольшая часть, потому что у каждого из этих авторов не один объект, как вы понимаете. Ну, выборочно, вот таким образом. Марина Сергеевна идет, и я все поднимал. Да, выгоняло, выгоняло, выгоняло. Да. Все. Дальше. Вот, сейчас мы уточним просто, когда у нас на самом деле закрутят закрытие гостики, потому что Владимир Алексеевич завтра теоретически готов еще встретиться, провести экскурсию, потом он наезжает на смазку. Ну, когда проще завтра? Вот. Вот, как бы, вопрос, если есть желание, как бы, да, то завтра можно догулять, потому что так вот мы ложились, к сожалению, с мероприятий заключенных. 4 часа уже с выставкой открывается. Мы просим, чтобы еще хотя бы на пару дней продлились, но сейчас будем решать вопросы. Ну, ладно. Я готов. Если есть вопросы еще, будешь? Да, можно еще. Ну, в зале мы можем эти планшеты увидеть на экране. Не можем? Уже не так. Не жаль. Ну, вот здесь парткомплект. Кстати, кстати, в последней редакции. И это еще не самая последняя редакция. Здесь более поздняя. Ну, и здесь вот наиболее выражено в макете. Макет. В макете. Ну, и здесь. В макете. Это еще. Это уже сейчас заросла. Там роща. Там роща. Это серьезная. Самосева. Ну, и там хорошо. Понятно. Дом бы это был, в общем, первой постройкой, а это последняя подзанность, в 93-м году был сдан в эксплуатацию, причем вот эта часть, она не заселена. Одно время там находился лицей пущинский, да, и почему-то он там не ужился, вот, потому что, да, власти оказались не в состоянии это дело поддерживать. Ну, и здесь вот такие вот объекты, которые, в общем, были сделаны на основе типовых решений, но по пластику нельзя. Такой хороший, да? Ну, Ракусь, продумали. И вот это же, что-то тогда, что никогда не видел, а революция в таком состоянии. Он хороший, в большом состоянии. Правда, тут стенка уже упала, вот здесь вот стенка проходила. Она упала в самом начале, да, что-то там строители нахерничали, что-то там не заармировали. Она просто легла, после того, как набухла засыпка, там был насыпан грунт растительный вообще, травка росла, цветочки, была цветочница большая. И после периода дождей, видимо, этот грунт набухал и завалился, уже восстанавливается, было не было. Ну, здесь вот такие стенки, которые существуют. Все это из самого низкопробного кирпича, из Ухьяновского карьера, который подалил местный пирам. Ну, вот он стоит до сих пор, выглядит непрезентабельно, но достаточно уверенно. Ну, там взаимодействие. Пока здесь вот и началась самодеятельность, когда начали там проводить, во-первых, кирпичное ограждение, это уже замедили гофрирование таким постельным листом, ну и понеслась. А с кем вы с кирпичным комплектом через эти снижения, когда вы понимали, что... Нет, это делалось по заказу хозяев тогдашнего. Да, рекламу заказывали кому-то без меня. А вы сотрудничаете с Кирпичской, не просто для СКБ, а там, где было, побольше, вот его коллективы как назвали? Нет, никаким образом. Я проектировал сам для СКБ, там корпус опытного завода, моя работа, и стройка там была за угоном общего назначения, за блоком, вычислительный центр небольшой. Ну, это абсолютно без участия дизайнеров. У них там свои задачи были, они лишали панели придвора. Нет, никаким образом. Эскизы делались, в смысле, в рематике, даже того, что это эмблема. Его эмблема легла в основу Ермогора. Он ее придумал за 20 лет до того. Вот этот, с листочками, то есть три висника, с петлей, на сциллором степень. Петля, то есть, ну, как исследовательское дело, научное. Ну, и плюс еще три звезды. Вот, ну, конечно, серьезные в плане дела, все более, более. Это общественный блок. Предполагалось, что это молодежный жилищный кооператив. Там предполагалась клубная часть с кружками, и с детства, с помещениями для проведения на суды детей, что детей можно было оставлять. Там такая, типа, группа была с воспитателями, предполагалось. Ну, и блок питания, там столовая была. Здесь, например, вот художник, еще другой, который сделал здесь одно цветное из цветного стекла. Здесь вот когда-то яркий было, потом куда-то исчезло. А раз вот про трепликс, мне-то заговорили, вообще символика города в монументальном стекле, это важный вопрос был на этот план? Ну, не важный. Когда мы с заказчиком договаривались, и он закладывал деньги на это дело, а мы стремились в каждом проекте заложить обязательно художественные работы, они делались через худфонд. Тогда дизайна как такового не было. Художники приглашали меня, например, для того, чтобы я сделал подачу архитектурную. То есть писал в здание их панно или в макет. Я как архитектор там выступал в Союзе на защите. Там планшеты были с моим участием. Ну, так же, как вот мы дома-дом-дом сделали в ракосочетании. Да, дворец в ракосочетании. Ну, ЗАГС. Мы там его хорошо насытили вообще. Но, к сожалению, все это погибло. Ну, ладно. Я помню, что в десант-каспирантах я такие прикрытия делала. Вот это я помню. Да, да. Так я, как-то, один дырочек двигали, просили. Ну, значит, здесь фундаменты делал папкор, а каркас вот этого всего делала. А перекрытия у девочек. А девочки перекрытие у нас воскидывали. С девочкой мы подели. А можно сюда? А можно сюда? Замечательная пара, которую я оставила по себе. Дайте про это, пожалуйста. Парень. Это в микрорайоне «Д» вот этот жилой комплекс «Времена года», который называется. Они сделали это уже за пределами мастерской, когда самостоятельно работали. У нас была своя персональная мастерская. А здесь представлена только работа, которую они в мастерской делали. Это вот «ФИБХ», мы занимались комплексом «ФИБХа». И танцплощадка с «Зеленой зоной». Это была работа. Ну, они ушли досрочно до того, как мастерская наша свернулась. И, в общем, имеют постройки и в Серпухове, и в Протвино. И Лазарев тоже. Это было очень красиво. Ну, Лазарев вообще даже за Уралом успел построить. Конструктивно. Он работал как конструктор по приглашению. Как хороший конструктор, и не репутация. Вот так. По ком звонит Кулаков? Спасибо. Ну, отлично. Что успели, то успели. Да. А там концерт параллельно идет. Так что у нас общественная жизнь бьет ключом. Перекрывает. Перекрывает друг друга. Волна на волну набегает. Спасибо огромное всем. У нас там еще большая книжечка отзывов. Да, можно что-то. Писать, говорить за свои впечатления от увиденного. Спасибо. Вот. К сожалению, жалко оставлять. Не знаю, что дальше будет с этой экспозиции. Вы как-то намерены ее пристроить? Пока музея не будет. Спасибо большое. Ладно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok